Здравствуйте, дорогие друзья! От всей души хочу поздравить вас, всех своих читателей, с Днём Земли. И в первую очередь хотелось бы поздравить тех, кто строит родовые поместья или собирается их построить в самом ближайшем будущем. Тех, кто делает проект, тех, кто выбирает землю, тех, кто мечтает. Мечтает о прекрасном будущем своей семьи, своего родового поместья, своей страны и всего мира. Сейчас я нахожусь в Соединенных Штатах Америки, в центре Нью-Йорка. А как я здесь оказался? В последние дни стали происходить невероятные события. Мне даже кажется, что Анастасия, помните, как она говорила, что какое-то время я не смогу тебе помогать. И, вероятно, это время проходит. Вот представляете, не праздновал день рождения уже лет пять. В этот день умерла моя мама, и я считал, что не нужно его праздновать. А Анастасия говорит, когда умирает близкий человек, и особенно мама, в день твоего рождения, то она продляет тем самым твою жизнь. Ну, я, тем не менее, все равно не праздновал. И вот вдруг, примерно месяц назад, приходит от Организации Объединенных Наций приглашение приехать на глобальный саммит, на котором собираются порядка 30 стран, молодых людей, меценатов, и рассказать им о великолепной идее родовые поместья. А выступать я буду 23 июля, в свой день рождения. И мне бы очень хотелось, чтобы прекратились вот эти распри между Европой, Америкой, Россией. Я думаю, что они потому и происходят, что у людей нет идеи, кроме войны. Поселяется в людях от этого, от войны, лишь злоба. А родовые поместья – это прекрасная идея, которая людей объединяет. Все вы помните, как приезжали на наши фестивали в Москву украинцы, белорусы, японцы. Я думаю, что я смогу вложить свой вклад в регулирование отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова